Все больше кировчан получают права на вождение водного транспорта. Сегодня прошел очередной экзамен. Сложно ли пройти аттестацию, какие элементы нужно выполнить на воде и зачем кировчанам водные права, выясняла Ульяна Издакова. Прошу разрешения для якорной стоянки. Разрешаю. Умение связываться по радиостанции с базы необходимо Вадиму Шуставу, чтобы пройти экзамен и получить права на вождение моторной лодки. Испытуемый делится. Сдавать и теорию, и практику лично ему было несложно. Ведь опыта за плечами немало. 20 лет он работал пожарным, ситуации за это время бывали разные. А недавно мужчина переквалифицировался в спасатели. Права получаю для работы, потому что там у нас обязанности тоже входят в спасение людей на воде. То есть мы должны дежурить, знать правила вождения на водных путях. То есть вот на пляже Кирово-Чепецка дежурим. Вообще, для того, чтобы иметь права на вождение моторной лодки или гидроцикла, человек должен пройти те же этапы, что и при получении обычных прав на автомобиль. Сначала двухнедельные курсы в специальной школе, затем теоретический экзамен. И только потом испытуемого допускают к практике, на которой он должен выполнить шесть обязательных элементов. Значит, отход-подход от берега, значит, змейка, спасение утопающего, значит, постановка на якорь в порту и умение связываться по радиостанции, ну и створные знаки. И только после успешной сдачи экзамена выдаются права. Кстати, тоже сроком на 10 лет. Если не получилось сдать с первого раза, можно попробовать еще раз. Количество попыток не ограничено. Граждане получают права для, ну, в первую очередь, для отдыха на водоемах. Да, это и рыбалка, и просто активный отдых, сплав по реке, туристический сплав. Также люди выезжают из-за пределы Кировской области на более крупные водоемы, на водохранилище, на Волгу, на Каму. В прошлом году водные права получили более 120 человек. В этом году уже с начала сезона выдано 70 удостоверений. И это самый разгар сезона, отмечают специалисты. Водителей водного транспорта станет больше. Ульяна Ездакова, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давидж.